Говорят, за электрическим транспортом будущее. Европа постепенно отказывается от двигателей внутреннего сгорания. К примеру, в Германии и Нидерландах их запретят через 18-20 лет. В России все наоборот. Ограничения вводят для тех, кто сам перевел авто на газ. Чтобы зарегистрировать изменения, многим омским водителям приходится проехать сотни километров, попасть в единственный отдел ГИБДД, сутки простоять в очереди и, возможно, уехать ни с чем. Дмитрий Ковалев выяснил, когда ситуация изменится. В 7 часов утра открываются ворота к зданию межрегионального отдела технического надзора. На площадку заезжают водители, которые сутками ждали своей очереди. Позади несколько дней и ночей, проведенных в машинах. Приехавшие недавно с завистью наблюдают. Они в списке. В середине пятой сотни. Специальную тетрадь ведет Олег Сидоренко. Он простоял здесь дольше всех. Я с понедельника, с трех ночи здесь. То есть я в три ночи приехал, занял очередь, был 285-й. То есть до самого утра, понедельник весь день, уехал домой, вторник весь день. И сегодня я приехал, был 3-го. Потому что сегодня очередь подавать документы в окно. Очередь расписана на несколько дней вперед. И все ради получасового осмотра. Потом еще одна очередь в госавтоинспекции. Встал в 4 часа, приехал еще раз. Вот занял очередь по записи на документы 434-й. Работает одно окно. Вот сейчас еще не знаю, что меня ждет. Пройду, там документы все это смотрят. Все, и опять надо будет приезжать, чтобы еще документы подать. Здесь нет парковки, перекусить и сходить в туалет тоже негде. При этом каждый пятый водитель из области. Едут из Калачинска, Устешима и Черлака. В очереди даже жители Новосибирской и Тюменской областей. В ГИБДД такой наплыв водителей объяснить не могут. За последние две недели количество обращений увеличилось в 10 раз. Записаться на осмотр на портале государственных услуг невозможно. Поэтому приходится занимать живую очередь. В Омском отделе работает всего одно окно. В ГИБДД обещают, терпеть осталось недолго. Сейчас заканчивается подготовка необходимых процессуальных документов. Буквально на следующей неделе руководитель УМВД России по Омской области подпишет данное распоряжение. Мы приглашаем всех сотрудников уже в понедельник, во вторник для проведения семинаров, совещаний и занятий. И после этого в каждом районе, в каждом подразделении госавтоинспекции в районах Омской области нужно будет осуществить процедуру сдачи заявления и декларации о внесении изменений в конструкцию транспортного средства. Пока ГИБДД не стало рьяно исполнять этот закон, они, еще раз повторю, они просто обязаны это делать и они не могут это не делать. Надо отнестись к этому с пониманием. Люди не проводили документы в порядке и не делали вот это изменение конструкции транспортного средства, которое от них требует закон. Между тем, закон, по которому любое изменение в конструкции автомобиля должно быть одобрено технической инспекцией, действует уже 7 лет. Закручивать гайки начали в последние месяцы. Но для тех, кто перевел машину на газ давно, общественники добиваются послаблений. Наше предложение заключается в том, чтобы те люди, которые это оборудование уже имеют и которые его установили до принятия этого регламента, могли пройти эту регистрацию по упрощенной схеме, имея необходимые, нужные, разрешительные документы, предоставив их в нужном законе порядки в единое окно и получить эту регистрацию без очереди. Но сделать это необходимо, иначе штраф. А потом автомобиль просто снимут с учета и доехать на нем даже до отдела технодзора станет невозможно. Дмитрий Ковалев и Дмитрий Головко. Омск здесь.